Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Да, кризисы тоже приходят и уходят, а уголовный кодекс никто отменять не собирается. Это только правительство и президент банкам немножко так по башке надавали. К слову про уголовный кодекс и к слову про кризис. Естественно, в тот момент, когда кто-то разоряется или бросает свое дело, очень выгодно купить его производственные площади и помещения. И вот тут возникает вопрос, а в каком состоянии они находятся? И вообще, в каком состоянии находятся ваши основные фонды? За то время, пока вот эта вся перетрубация двухгодовалая проходила, естественно, они поизносились. Но про уголовный кодекс, если что-то где-то обвалится и упадет вашему рабочему на голову, сидеть придется вам по всей строгости законом. Поэтому промобезопасность никто не отменял. Естественно, фирма-подъемник продолжает работать. И она, пожалуй, единственная, которая осталась сегодня на плаву. Поэтому все вопросы с вашей недвижимостью, а также движимым имуществом, с безопасностью Онова, решайте вместе с ней. Чем больше растет человечество и чем дальше оно развивается, тем нам очевиднее становятся масштабы техногенных катастроф, случающихся все чаще и чаще. И российское разгильдяйство в этом случае ничем не отличается от великобританского или американского. Это все основные законы термодинамики, с которыми нам приходится считаться. И усложняя и совершенствуя механизмы и строительные конструкции, мы не должны забывать ни о надежности, ни о безопасности. Здесь есть ряд достаточно таких сложных факторов, которые повлияли за собой устаревшись всех этих зданий, устаревшись всех механизмов. То есть во времена перестройки в эти отрасли, в службы, которые подконтрольны Ростехнадзору, практически не вкладывались никакие деньги. То есть не было капитально-восстановительных ремонтов, не было ремонтов непосредственно как кранового, так и хозяйственного. То есть туда деньги практически не вкладывались. Из-за этого что получается? Значит, получается, что объекты сами по себе изнашивались, ремонты не производились, и происходили катаклизмы, аварии техногенные. Мы вплотную работаем с Ростехнадзором. Все те нормативные требования, которые с нас требует Ростехнадзор, мы их выполняем согласно нормативных документаций. И то же самое, значит, вот эти требования, которые утверждены Ростехнадзором, должны выполнять непосредственно те организации, у которых есть опасные производственные объекты. Конечно, строительство весьма и весьма лакомый кусок. Можно быстро и дешево сделать и побыстрее продать, либо начать откачивать деньги с арендаторов. Можно и купить объекты у неудачников, и добивать старое оборудование. Только кто вам даст гарантию, что в один далеко не самый прекрасный момент, а случаи такие были, вас не навестят работники прокуратуры. А примеры с падениями и поломкой кранов. Это только потому, что предприятие, доставшееся вам, похоронило крановую службу. Но в Магнитогорске в данном случае выход предложен фирмой подъемник. Мы можем провести те краны, которые стоят непосредственно на приколах. Может быть, где-то они остановлены. Собственник может прийти к нам. Мы проведем экспертизу. Экспертизу выдадим ему заключение. На основании этого заключения мы можем подготовить ведомость дефектов по ремонту данного объекта. Краны, скажем. Согласуем непосредственно сметы, согласуем покупку запчастей. И этот кран мы можем запустить в работу. То есть отремонтировать. У нас есть квалифицированные кадры, которые обучены персоналу. Они доведут его полностью до ума. И кран может работать дальше. А теперь порассуждаем о цене вопроса. Бесценные вещи, как тот человеческий жизни, это главный аргумент в пользу промышленной безопасности. Но вопрос качества и соответствия цены и предложенных услуг. И здесь, как и везде, существует конкуренция. Но в конкурентной борьбе вам надо ориентироваться не на того, кто вам предложит дешевизну, которая затем обрастет космическими ценами на реставрационный проект, а вышеозвученное качество. Некоторые, так сказать, экспертные организации, я, конечно, не буду называть, именно озвучивать эти экспертные организации. То есть как? Так, если работа какая-то делается и, допустим, нами составлена какая-то определенная смета в круговую, от экспертизы до ремонта и пуска крана в работу, то у некоторых организаций просто она умышленно занижает цену, да, но потом этот кран не доводят до конца, до конца. В итоге страдает заказчик, страдает заказчик. И потом, в итоге же, потом же они опять приходят к нам, начинают у нас спросить, но у нас другие опять получаются накладки, то есть работу мы взяли, они отказались, мы другую работу взяли. Поэтому здесь нужно, я считаю, заказчику выбирать качество работы, это в первую очередь, качество экспертизы, качество ремонта и быстрота непосредственно выполнения данных объектов. И самый главный и актуальный вопрос кадров. Что они умеют и чем они умеют работать? Скажем честно, оборудование, которое нам с гордостью демонстрировали в этой фирме, не встретишь ни в институтах, ни в университетах. Зато на объектах встречаются вчерашние школьники, ныне студенты, отрабатывающие ученые степени и звания мужей типа достойных. Но мужики вполне серьезные и по нашим расспросам более чем квалифицированные, работают в этой фирме. У нас персонал полностью проходит специальную подготовку. То есть, если это эксперт, то он обучается непосредственно, он обучает своих экспертов только в Москве. Почему? Потому что там, я считаю, самые серьезные у нас вузы, где можно получить хорошее знание. Если это лаборатория, то у нас в лаборатории дефектоскописты, которые тоже обучаются в Москве, которые пользуются непосредственно приборами. Приборы, значит, непосредственно, это ультразвук, магнитно-порошковые приборы, это, значит, приборы по проверке канатов и так далее. Перечень приборов довольно-таки большой, приборы очень дорогостоящие. Вот и все у нас эти специалисты обучаются. И, то есть, качество ремонта, качество ремонта, ну, в принципе, мы за него отвечаем. Почему? Потому что наши специалисты – это высококвалифицированные работники.